Я считаю, что действительно вот на вас, на мне, на Жене, да, конечно, как на гражданах нашей страны лежит ответственность за тот кошмар, который там сейчас происходит. Вот я так считаю, да, на нас с вами как на гражданах Российской Федерации. Вот почему. Потому что вот эта война ужасная, да, с жертвами с обеих сторон, с безобразием, насилием и так далее, она не могла бы продолжаться больше там дня, если бы мы не поддерживали оружием, деньгами, людьми, вот этих так называемых лидеров этих республик, понимаете, которые с моей точки зрения, у меня нет доказательств, но у меня мое впечатление, что это просто криминал, вот просто криминал. Понимаете, ну если один из лидеров Донецкой Народной Республики, господин Пушилин, был до того, как бороться за свободу Донбасса, был региональным менеджером МММ, все помнят, что такое МММ, да? Вот он был региональным менеджером МММ, теперь он борется за свободу Донбасса, да? Я не верю этим людям. Леонид Яковлевич, здесь как раз та ситуация, я вас на секунду перебью. Кем был Захарченко до войны? Курями торговал, у него было два ларька. Понимаете, вот если бы мы не поддерживали этих людей, война бы там быстро закончилась. И она бы закончилась вовсе не геноцидом и прочим, это все чушь собачья. Потому что есть пример. Был такой город Славянск, который долгое время оборонял наш преступник, как мне кажется, Гиркин, Стрелков Гиркин, гражданин Российской Федерации, который за каким-то дьяволом на территории другой страны... Как вам кажется, у вас традиционно нет доказательств. У меня есть доказательства, простите. Он себя позиционировал как командира этой обороны, он гражданин Российской Федерации. Он еще до этого был обозревателем газеты «Завтра». Так вот, туда, в Славянск, обещал Рогозин поехать в окоп, сказал, что все свои должности отдам, ради счастья быть в окопе, оборонять Славянск. Не доехал почему-то. Так вот, когда выбили Гиркина из Славянска, когда его все-таки выбили, и туда вошла украинская армия, там не было никаких эксцессов, там наладилась нормальная жизнь, там нет никакой гуманитарной катастрофы. Нам нечего там делать, нашим ребятам нечего там делать. И вот то, что мы поддерживаем всех этих захарченных, понимаете, которые там гигантские деньги пилят и так далее, вот в этом наша с вами и ваша, как гражданки Российской Федерации и моя, как гражданин Российской Федерации, ответственность.